Разложение на цепи. Смотрите. Даже давайте, наверное, прямо вот для этого случая, для числа не 19, а 1,4, я пытаюсь это сказать. Когда у нас с вами есть перестановка, когда у нас есть отражение, не разумеется, по-моему, 19, то можно его записать вот таким вот естественным образом. То есть под каждым числом написать 4. Ну, в общем, дело не хитрое, и это дало нам доказательства. Но, ведь можно и так другому. Когда у нас есть любая перестановка, то всегда можно посмотреть, как она разлагается на цикл. Давайте это сейчас и сделаем. Берем число 1, умножаем его на 4, и получаем 4. Умножаем 4 на 4, получаем 16. 16 умножаем, получаем 7. 7 умножаем, получаем 9. 9 умножаем, получаем 17. 17 умножаем, получаем 11. 11 умножаем, получаем 6. 6 умножаем, получаем 5. 5 умножаем, получаем 1. Хотя и долго, но все-таки зацепилось. Давайте посмотрим, сколько здесь чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 чисел. Нет ли какого-то числа, которое не вошло? Конечно, есть. Например, двойка. Двойку умножаем, получаем 8. Потом получается 13. Из 13-ти 14. Из 14-ти 18. Из 18-ти получаем число 15. Из 15-ти 3. Так, из тройки 12. Из 12-ти 10. Из 10-ти еще 9 чисел. И все числа, все 18 чисел здесь присутствуют. Все минимумы и остатки по-другому разложили. Так вот, длина такого цикла это порядок числа А по модулю П. Давайте мы с вами, во-первых, докажем, что обязательно произойдет зацикливание. А во-вторых, что количество элементов в таком цикле обязательно является делителем числа П-1. На самом деле, то, что произойдет зацикливание, абсолютно очевидный факт. Ведь, смотрите, у нас так происходит во всех перестановках. Если из каждого числа ведет единственная стрелочка, она действительно единственная, но число должно умножить на 4, ну и в общем, умножить на А и разделить с остатками на П, из каждого числа ведет единственная стрелочка, и, заметьте, в каждое число входит единственная стрелочка, потому что три числа сверху, столько же, столько же числа снизу, то это просто общее свойство перестановки. Любая перестановка однозначно разлагается на цикл. Таким образом цикл обязательно есть. Ну, если вы не любите это слово перестановка, то это положено рассказывать так. Возьмем число А и будем его возводить в степь. Смотрите, А, А в квадрате, А в кубе, А в четвертой и так далее, и так далее, и так далее. Бесконечное количество степеней, и каждый раз возьмем остаток от деления на расходе числа. Вариантов уже будет конечное число по минус 1. Поэтому обязательно когда-нибудь произойдет совпадение. То есть какая-то степень А в степени R плюс S даст такой же остаток, как какая-то другая степень. Просто потому, что здесь бесконечное количество вариантов, а ненулевых остатков и вообще остатков деления на B конечное число штук. Замечательно. Но, если так, то получается, что разность А в степени R плюс S минус А в степени должна делиться на B. Вносим А в степени S. Получается, что А в степени S умножить на А в степени R минус 1 должно делиться на B. Замечательно. Значит, поскольку А в степени R минус 1 делится на B. Поэтому, если начать здесь с единицы, то в какой-то момент мы получим какое-то А в степени R минус и А в степени R минус единица и опять пойдет по кругу. Причем, заметьте, пожалуйста, если мы возьмем самую маленькую которая повторилась, то в таком случае все эти числа будут разные, потому что иначе мы для них их меньше. Если мы возьмем самый маленький показатель степени, когда перед этим уже такой остаток был, то соответственно все они будут разные и действительно получается такая картинка. Так вот, помните, я обещал, что есть несколько вариантов записывать утверждения малой теоремы Ферма. Пока что у меня их не так много. Все-таки вот это и это одно и то же, поэтому давайте-ка я оставлю только один из этих вариантов. Ну, можно было нижний, я стою, все равно. А вот тот вариант, который я сейчас напишу, на самом деле является чрезвычайно важным. Порядок любого числа A, где A не делится на B, P простое, является делителем числа A, P и A. Давайте во-первых поймем, как из этой новой формулировки малой теоремы Ферма утекает старый. Смотрите, порядок это наименьшее натуральное число R, для которого A в степени R сравнимо с единицей. Давайте еще раз Ну что это значит? Это значит, что это R умножить на какое-то там натуральное число T. Очень хорошо. В таком случае я могу вот это сравнение развести обе части в степень T. Получится A в степени R T это единица в степени T, потому что сам модуль P. Замечательно. Единица в степени T это единица, а A в степени RT это A в степени P минус R. Таким образом действительно из новой формулировки малой теории формат старая а именно A в степени P минус 1 с единицей замечательная свобода. Хорошо. Теперь надо доказать новую формулировку. Фактически вот эта картинка где есть доказательства. Смотрите, что здесь нарисовано? Есть все ненулевые остатки P-1 штука. Мы берем число 1 умножаем на A A в квадрате A в кубе и так далее A в степени R это опять единица всего R числа. A в нулевой в первую в вторую и так далее R не успеет. Замечательно. И когда у нас есть такой цикл мы можем взять выходящее в цикл число и опять начинать умножать. Вот смотрите, если у меня есть картинка на которой я начал с единицы и зациклился получив число A в степени R то же самое единицу а теперь я возьму число B умножу его на A еще раз на A еще раз на A и так далее и так далее и так далее и так далее и поймите пожалуйста что если A в степени R это единица то разумеется зацикливание произойдет ровно в этот момент если у меня выписан цикл начинающийся с единицы то когда я умножаю все числа на одну и ту же не деляющуюся на P величину я получаю новый цикл и в нем ровно столько же элементов вот замечательно получается что все P-1 ненулевых остатков разлагаются на такие циклы в каждом R штуке ну значит P-1 делится более того мы даже понимаем что такое вот это число элементов делится на такие вот циклы по R штук по R числам в каждом по R в каждом разлага по Р